Неделю назад в Зашексинском районе в Череповце официально открыли новую развязку. По словам представителей власти, перекресток Октябрьского проспекта и улицы Рахи должен значительно увеличить пропускную способность Октябрьского моста. Проверим, так ли это. С нами наш водитель Александр Генрихович. Здравствуйте. Вроде как вот сейчас, я бы не сказал, что уже видно, что Столиваров не стоит, что движение идет. Человек-водитель теряется, то есть он может и не увидеть пешехода. Надо учитывать, конечно, и погодные условия такие, что вот и налить тогда идет, занос, соответственно, тормозной путь уже меняется. То есть на и дистанцию выбрать подходящую, так чтобы вовремя среагировать. А раньше вот сколько путь занимал до 104-го? Вот вечерами? Вечерами, вот в час пик, вот без той развязки, без открытой развязки. Ну, чтобы переехать, только мост полчаса. Мост вроде, расстояние там, сколько 750 метров, а едешь полчаса. А там без разницы? Прямо едешь или поворачиваешь? Там без разницы было. Вставало все. В основном-то вот все пробки-то вот отсюда начинались, чтобы перед мостом. Если вот это место прошел, вот этот стафор, все, можно было еще проскочить. Вот выход с парковой, вот этот, он очень запирал вот это, здесь вот, там, не дай бог, вот кто-нибудь не соблюдает вот эти правила. Там стоп, есть знак стоп, без остановки запрещено. Если идет продолжение движения, то... Ну вот, движение, вон видно. Идет движение. Потому что вот скопление-то, оно идет перед мостом. Если человек прошел уже вот мост, все, можно уже смело, вот уже и скорость прибавили, но не превышая, конечно. То есть, нет уже такого вот... Если на мост зашел, уже все. За счет вот этих порошения, вот этих двух полос дополнительных, проходим. Вот увеличено, вот здесь вот тоже, вот стафор дольше горит. Уже вот за счет вот этого пролетаем. Редактор субтитров А.Семкин Ну вот, подведем итог. Мы выехали в час пик, и получается у нас по времени почти в два раза, чуть не в три раза быстрее прошли вот эту дистанцию. Вот за счет вот этого увеличения как светофоров, так и вот этих дополнительных двух полос, как раньше было и как сейчас вот проехали. Два раза, в два, больше, чем в два раза быстрее прошли эту дистанцию. Не похоже на дистанцию. Абсолютно. Для чистоты эксперимента мы решили повторить наш опыт. Ну а теперь мы поедем из Зашихтинского района на улицу Металлургов. Александр Генрихович, утро доброе. Мы готовы. Как же? Поехали? Поехали, да? Да. По Раке поедем, да? Сейчас спускаемся сюда, да? Этот светофор идет на перспективу района, то есть на будущее. Так можно понять, что в будущем будет расстроен район, вот с учетом того, что много жителей, много детей. Этот светофор был, Ленинградская, Ядовикова, был установлен. Опять же, сегодня не очень благоприятные условия. Снег, туман. Скользкая дорога. Мы заходим с внутренней стороны, не нарушая кольцо. И спокойно заходим на новую развязочку. Ученика пропустим. Ну а здесь, я смотрю, все очень даже неплохо. Вообще, вот можно сказать, что как вот, даже сравнить с Москвой, так это у нас, он просто. На Матуринской, как стояли, от самого... В чем и дело-то, да, это забиваемость была, заполняемость. Ну вот здесь три полосы, спокойненько. Движение абсолютное. Без шашечек, без всего, спокойно идешь. Движение к паневру есть. То есть, если нужно перестроиться, пожалуйста, уже перестроиться, без всяких там нарушений, правила должны. Не превышая, соответственно, скоростного режима. Вот этот режим светофора, он увеличен. Пропускной режим. Вот за счет этого, что и машины и проходят быстро. Вот зашли уже, вот все в городе, в национальном районе. Ну вот и прибыли в конечный пункт. Из пункта А, пункт Б. Ну, парахи исключительно. Вообще ни торможений не было, ни рывков. Был перекресток, ну, запрещающий. А прошли идеально. По сравнению с тем, что раньше было. Абсолютно. Ну, вот парахи было прекрасно ехать. По сравнению с тем, что было раньше, и по сравнению с тем, что сейчас. Это небо и земля. Редактор субтитров А.Семкин